На часах 18.30 в прямом эфире телеканала Санкт-Петербург. Новости. Меня зовут Виктория Дзюмина. Здравствуйте. Главное, к этому часу. Заработать на пандемии. Экспертиза показала, что печать медицинского учреждения и личная печать врача являются поддельными. Интернет пестрит предложениями о продаже фальшивых справок. Полиция устраивает контрольные закупки. Пропуск на море. Вопрос встает ребром. Собственно, прививаться ли нам всей семьей, как нам быть, у нас трое детей. Краснодарский край ждет привитых туристов. Другим дадут три дня на вакцинацию с момента прибытия. Танцевать на сцене, в фойе и на лестнице. В Александринском театре проходит фестиваль современного танца Open Look. Украшают и лечат. Название дали в честь австрийского врача Томаса Хоста. Однако некоторые именуют цветок по-другому. Функия. В Ботаническом саду представили 300 сортов популярного садового растения. Легковушка вылетела на тротуар и чудом не задела пешеходов в Адмиралтейском районе. Авария произошла на перекрестке переулка Гривцов и Казанской улицы. Судя по кадрам, размещенном в соцсети, микроавтобус на полном ходу врезался в микролитражку. После удара она вылетела на тротуар, на котором стояли люди, и завалилась на бок. По информации очевидцев, на асфальте были видны кровь и битое стекло. Пострадала 54-летняя пассажирка легковушки. Ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Дженни Лидзе. ДТП с участием такси произошло на севере Петербурга. На перекрестке Северного проспекта и улицы Есенина столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, универсал с превышением скорости проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль такси, двигающийся на зеленый, въехал ему в бок. От удара универсал развернул и вынесло на тротуар. Информации о пострадавших не поступало. В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки 1784 новых случаев. Северная столица остается на третьем месте в стране по числу зараженных. Впереди Москва и Подмосковье, следом Нижегородской и Воронежской области. Число заболевших в России также растет. За день врачи поставили более 25 тысяч диагнозов. Медики напоминают единственный способ снизить рост заболеваемости – массовая вакцинация. Каждый день, приходя на работу, я вижу боль, мучения, страдания пациентов. Их огромное желание быстрее поправиться и вернуться домой в семью. Единственный способ остановить пандемию – это массовая вакцинация. Сделав прививку, вы спасаете не только свою жизнь, но и жизнь близкого вам человека. Между тем, до миллионного привитого в городе осталось совсем немного. Как сообщили в Комитете по здравоохранению, на сегодня первую дозу вакцины получили 953 тысячи человек. Почти 725 тысяч полностью завершили цикл. За сутки выполнено более 10 тысяч инъекций. Ну а завтра в Петербурге стартует ревакцинация. Новые антиковидные ограничения спровоцировали спрос на липовые сертификаты о вакцинации и любые другие справки, связанные с коронавирусом. За последние две недели петербургские полицейские устраивали несколько контрольных закупок. Мошенников брали с поличным. Что грозит им, а каким неприятностям надо готовиться покупателям фальшивок, выяснил Дмитрий Ковалев. На кадрах так называемая проверочная закупка. Курьер передает оперативнику конверт. В нем липовая справка, подтверждающая медицинский отвод от прививки. Судя по криминальным сводкам, большим спросом сейчас пользуются именно такие документы и подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста. За последнее время возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подделкой медицинских справок. Эти фотографии сделаны после задержания курьера в Калининском районе. Экспертиза показала, что печать медицинского учреждения и личная печать врача являются поддельными. Что стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении продавца. Позже полицейские провели осмотр автомобиля подозреваемого и обнаружили большое количество бланков медицинских справок. Часто мошенники, чтобы скрыться от следствия, пользуются услугами курьеров, которые даже не представляют, что перевозят. Предположения есть какие-либо насчет того, что в конвертах находится? Понятно. Конверты первый раз видите? Вот сегодня я взял, ну как? Ранее такие конверты передавали кому-либо? Их нет, другие разные, я документы всякие ввожу. Эксперты объясняют, все поддельные справки можно разделить на два вида. Первый – абсолютный фейк, ничем не подтвержденный. Просто текст и картинка недействительного QR-кода. Сразу после его проверки факт подлога выявится. Второй вариант – настоящий документ. В этом случае уже необходимо разбирательство следственных органов, потому что внести данные в федеральный регистр могут только медицинские работники. Может быть, это некий злой умысел, может быть, это кражи непосредственно их прав доступа, и таким образом заносят эти данные. Но взломать систему – это опасно с точки зрения уголовного преследования, тем более такую. Проследить, как информация о прививке попадает в личный кабинет на сайте государственных услуг, несложно. Данные вакцинированных горожан прежде всего попадают в локальную информационную базу, в регистратуре. После заполняются бумаги о прививке, данные о вакцине и времени вносят в федеральный регистр. Паспорт, полис, снилс – это обязательное условие, иначе мы при введении в федеральный регистр, если не внесем какой-либо из этих документов, есть вероятность, что данные не подгрузятся на государственные услуги в личный кабинет данного пациента. Документальный итог прививки – запись в привычном бумажном сертификате, подтвержденное печатью, и электронный бланк с сайта государственных услуг. Незаконная продажа именно таких документов и становится поводом для возбуждения уголовных дел. Телеграм-каналы, десятки сайтов. Даже оформление у таких интернет-ресурсов стандартное и очень схожее. Злоумышленники обещают чуть ли не любую медицинскую справку. Есть прайс на дополнительные услуги, однако телефоны, опубликованные на проверенных нами сайтах, оказались недоступны. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Речевой ящик переполнен. Абонент получит уведомление о звонке по СМС. Подделка медицинских документов – уголовное преступление. Самое суровое наказание для тех, кто изготавливает и продает сертификаты. Два года – лишение свободы. Те, кто покупают, рискуют оказаться за решеткой на срок до одного года. Отдельной нормы, регулирующей незаконный оборот именно сертификатов, а сделанной прививки против COVID-19 нет. По сути, ответственность как за такое преступление, так и за подделку, например, больничного листа – одна. Санкция данной статьи является альтернативной. То есть судом могут быть применены различные наказания. Это арест, принудительные работы, ограничение свободы. Но, опять же, назначение наказания здесь происходит по общим правилам. То есть учитываются, например, отягчающие, смягчающие обстоятельства. Пока юристы не могут дать однозначного ответа на вопрос, как сформируется судебная практика. Для этого нужно несколько похожих дел, время на вынесение приговоров. Но, учитывая опасность заболевания и пристальное внимание к этой теме, можно предположить, что вердикты, оглашенные в судах, будут суровы. Дмитрий Ковалев, Антон Овчаренко, телеканал Санкт-Петербург. И в продолжении темы. С 1 августа невакцинированные туристы, приехавшие в Краснодарский край, должны будут сделать прививку в течение трех дней с момента прибытия. О нововведении сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Уже нет сомнения, что только справка о вакцинации станет полноценным пропуском к морю. Не формально, а по сути. Дмитрий Копытов продолжит. На пляжах ажиотаж, яблоку упасть негде. Зной на июне, начало июля объявили всем сиесту. Такая картина в это время года для Черноморского побережья привычна. Но есть одно но. Это Петербург, причем в будни. Коронавирус уже изменил планы тысяч семей на отдых. Берег турецкий многим, если и нужен, то в любой момент может стать недоступен из-за очередной вспышки ковида. Ехать туда россияне опасаются. В Крыму и Сочи ситуация не лучшая. С 1 июля заселиться в отель или пансионат Краснодарского края можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации или справки о том, что человек уже перенес коронавирус менее полугода назад. Документы нужно предъявлять в личном кабинете госуслуг. Но это лишь начало. В августе заселять в кубанские отели будут лишь тех, кто вакцинировался или имеет документально подтвержденный медотвод вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Любашка 5 лет, она ходит в садик, занимается спортом. На море хочет, да? Очень хочет, мечтает. Екатерина – многодетная мать. Об отдыхе в Анапе всей семьей мечтала целый год. Даже накопить на него удалось. В августе хотели было лететь, но новые ограничения заставили задуматься. Вопрос встает ребром. Собственно, прививаться ли нам всей семьей, как нам быть. У нас трое детей. Самым младшим ребенку три месяца. Я на данный момент являюсь кормящей мамочкой. И буквально неделю назад я еще была в группе тех, кому противопоказана прививка от ковида. А на данный момент уже вопрос этот переходит в категорию спорных. Что касается вакцинации, на российском юге здесь нет никаких ограничений. Даже в ситуации, когда, например, первый компонент «Спутника» человеку ввели в Петербурге еще до начала отдыха. Вторым он может привиться уже в Сочи или любом ином городе, где проводит отпуск. Сейчас не существует никаких сложностей для того, чтобы вакцинироваться любому гражданину Российской Федерации в любом субъекте. Первым либо компонентом, либо вторым. Полис здесь ни при чем абсолютно. Гражданин имеет паспорт, имеет СНИЛС. Этого достаточно для того, чтобы вакцинироваться, даже если нет полиса. Вообще, 2021 год эксперты туристического бизнеса называют крайне неоднозначным. Откроют ли этим летом то или иное направление, зависит от оперативного штаба. Сейчас официально доступны вылеты из Петербурга в Турцию, на Кипр, в Арабские Эмираты и даже на Кубу, Мальдивы и Сейшелы. Но в любой момент все может измениться. А вот ситуация с возвратом денег за несостоявшийся отдых сейчас куда сложнее. С одной стороны, есть закон о защите прав потребителей. Он гласит, право туриста на полную компенсацию незыблемо. Согласно рекомендациям Ростуризма, средства возмещать не обязательно. Можно перебронировать ту или иную поездку. Вернуть деньги пока не могут купившие путевки до 31 марта прошлого 2020 года. Согласно постановлению правительства, им либо меняют условия договора, подбирают более подходящий отдых, либо выдают ваучер. Обналичить его можно будет до конца года. Ну а что делать, когда путевка куплена? Все готово, но ПЦР-тест оказался положительным. Если ковид нашли еще до посадки в самолет, риски покрывает страховка от невылета. Но вирусом можно заразиться и в путешествии. Если у вас положительный ПЦР-тест, то вас должны отправить незамедлительно медицинскую организацию для оказания отложной помощи. И, соответственно, вы проведете время уже, к сожалению, определенный период отпуска свой в больнице на лечение. Но в этом случае деньги вернуть можно лишь частично за те дни, когда отдыхающий не жил в отеле. Эксперты настоятельно рекомендуют заранее оформлять дополнительную страховку. После получения медицинской помощи, чтобы продолжить отдых, могут потребовать еще и вакцинироваться. В этом году спорных ситуаций будет немало, убеждены в туристических компаниях и адвокатских конторах. Лучше все продумать заранее, чтобы летний отдых не превратился в кошмар. Дмитрий Копытов и Александр Аксенов. Антициклон правит бал в Петербурге. Столбики термометра приближаются к отметке в плюс 30. И в течение предстоящей недели воздух над северо-западом продолжит прогреваться. Температурный фон вновь окажется на 5 градусов выше нормы. Кстати, вода в Финском заливе прогрелась до плюс 21. Медики советуют пользоваться кремом от загара. Индекс ультрафиолета сегодня и завтра высокий – 6 баллов. Несмотря на сухую и жаркую погоду, в пригородах Петербурга пошли грибы. Поляны в лесах пожелтели от обилия лисичек. Грибы появились в Ломоносовском и в Севоложском районах. По словам дачников, отдыхающих в Токсово, Пере и Осельках, они буквально за час насобирали целые корзины. Появились в лесах и так называемые ложные грибы, как лисички, так и белые или сатанинские. Как отмечают специалисты, если ложный белый не ядовит, он просто очень горький, поэтому несъедобен, то ложная лисичка мало чем уступает бледной поганке. Будьте внимательны, часто ядовитый гриб выглядит и пахнет даже лучше оригинала. Открытый взгляд на современный танец. На новой сцене Александринского театра проходит фестиваль Open Look Focus Санкт-Петербург. Дом танца «Канан-данс» представил марафон постановок и вне программных мероприятий. Александр Одинцов впечатлился. Inside Out, что в переводе наизнанку, в общем-то, история личная, тут и либретто, которое, как правило, перед контемпори спектаклями не раздают, написано самими танцовщицами в мрачных тонах, минималистичных декорациях и простых костюмах. Их история уязвимости. Что ты чувствуешь сейчас? Комфортно тебе? Уязвимость здесь, когда много доверяешь своему другу, который может обернуться самым злейшим врагом. Контемп — это не просто свобода пластики. Эмоции и психология тут, кажется, на одной ступени важности. Так и хореограф, конечно, структурировал постановку, но сразу обозначила — за чувства отвечает личный опыт. На репетициях было очень сложно. И морально, и просто потому, что все уже не вывозили. Это сложно для каждого. Каждый вспоминает, каждый подставляет свою историю. Можно двигаться, как бы, ну, грубо говоря, идеально технично, но если это пусто вот здесь, то это не сработает. Тут, кажется, сработало. В конце первой части спектакля героини выходят уже и не такими простыми. Жизнь добавила красок и заставила сделать выводы. Дружба на расстоянии — это такая мучительная мука. И вроде бы есть у друг друга, но у вас нет. Для хореографа Елизаветы Ратачевой это уже не первый фестиваль. Сегодня, кажется, и вовсе почетная миссия — открыть его. «Инсайдаут» — это не просто балет. Вторая его часть — киноверсия. Все та же психология языком тела, но тут появляется выход из состояния уязвимости. «Каждый вкладывает на самом деле очень большой свой личный опыт. То есть тема, которую я им предложила, подошла к каждой. Я больше словесно, как-то мысленно направляла их и просто редактировала какие-то моменты». «Оупенлук» в городе на Неве уже в 23-й раз. И появление новых форм, таких как тот же кинотанец, естественное его развитие. Фестиваль прошел одним днем. Целый марафон постановок от петербургской школы «Контемпа». Ведь она была в фокусе. «Конечно, современная хореография и современные хореографы — это все-таки разговор не о сегодняшнем даже дне, а о завтрашнем. Здесь мы показываем некий срез такой от перформансов, от лаборатории, от кинотанца. То есть для нас это как бы в каком-то смысле даже новый опыт — это однодневный фестиваль. Обычно полно проходит много дней, но здесь мы решили петербургский контент собрать в один день и показать его, ну вот как марафон такой. Именно поэтому сцены в Александринке были почти все пространства. Фойе, медиа-центры и даже лестница. В программу включили и обсуждение постановок. Эта часть фестиваля уже вторая. В июне публике представили постановки от корейских хореографов. А завершится Open Look 2021 во второй половине августа. Александр Одинцов, Алекс Ергушев, телеканал Санкт-Петербург. Магия зеленого цвета одноименная выставка «Хост» открылась в Ботаническом саду. Ныне эти растения крайне популярны. Они успокаивают и тонизируют. Вадим Федосеев проникся обилием сортов. Экспозиция «Магия зеленого». Дилетант может подумать, что все это разные растения. Профессионал знает, просто разные сорта одного. Выставка «Хост». Уникальных, которыми сегодня восхищаются многие флористы. Это почти как картины Леонардо да Винчи для художников. Только в этом случае живописец природа. Всего в мире насчитывается более 12 тысяч сортов «Хост». В Ботаническом саду представили около 300. Главное – не цветы, а листья. Магия в первую очередь заключается в них. Самый крупный экземпляр «Хоста» на этой выставке. Вы сами можете видеть, что его размер в диаметре более метра, высота, но тоже около метра. Это одна из лучших «Хост года», согласно американам. Но они бывают очень маленькие, правильно? Они бывают очень маленькие. Вот присутствуют. Мы можем сравнить. Вот это тоже «Хоста». Вот они вот такие вот. Оксана уже много лет выращивает «Хосты». По профессии – врач-реаниматолог. Полюбила их не случайно. Зеленый цвет благоприятно влияет на психическое состояние. Можно, например, подарить «Хосту» кому-то из близких, если он сильно не в духе. Да, зеленый цвет действительно на уровне подсознания нас успокаивает. Это единственный цвет в природе, в котором человеческий глаз отличает вот такое великое множество оттенков. Тут и молочно-зеленый, и темно-синий, и более нежные зеленые оттенки. Если у меня плохое настроение, нужно прийти, посмотреть, и все наладится? Да, естественно, не зря. Во многих учреждениях, в детских садах, в школах у нас стены красят в нежно-зеленый цвет. На открытие выставки в ботанический сад пришли как любители, так и взыскательные ценители. Мы специально приехали из Москвы, да, ну, так сказать, я уже многие годы, многие десятилетия занимаюсь поставками посадочного материала. Просто фанаты хост, они есть фанаты хост, и от этого никуда не денешься. Они придают такой гармоничный вид в квартире, на потоконнике. Но в домах хосты приживаются довольно редко. Естественная среда обитания, Дальний Восток России и Юго-Восточная Азия. Вызывает растение не только изумление, но и споры. Все дело в имени. Профессиональное сообщество признает только одно – хоста. Название дали в честь австрийского врача Томаса Хоста, однако некоторые именуют цветок по-другому – функи. Функ – это фамилия одного из известных немецких фармацевтов. В любом случае выходит очень символично, потому что, по словам специалистов, растение обладает лечебными свойствами. Растение обладает общеукрепляющим и тонизирующим эффектом. В его корнях содержится много биологически активных веществ, полезных для человеческого организма. Не исключено, что какие-то сорта и виды хост пока еще неизвестны. Но исследования продолжаются. А пока можно наслаждаться тем, что уже известно и доступно. Экспозиция «Магия зеленого» открыта для посетителей до 18 июля. Вадим Федосеев, Александр Яковлев и Елена Волкова. Новости, телеканал «Санкт-Петербург». Стадо коров прошло по зебре и преградило путь железным коням. Домашний скот парализовал движение на пригородном шоссе и остановил проезд вице-губернатора Петербурга. Борис Петровский опубликовал видео с необычными участниками дорожного движения. Он ехал на велосипеде из курортного района в Ленобласть, когда внезапно на дороге возникла парнокопытная кампания. Стадо, подгоняемое окриками пастуха, переходило трассу, тем самым парализовав дорожное движение. Самое интересное, что переходили они почти по пешеходному переходу. Прибавление в семействе ястребов-тетеревятников в одном из петербургских парков краснокнижная пара птиц вывела потомство. На свет появились четыре птенца. Об этом в сообществе «Каждой твари» по паре в социальной сети ВКонтакте рассказал биолог Павел Глазков. На днях подросшие малыши вылетели из гнезда и теперь около месяца заботливые родители будут их кормить, постепенно обучая самостоятельной охоте. Отметим, что само гнездо имеет внушительные размеры полтора метра в диаметре. Ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу Петербурга. Эти птицы охотятся на голубей, ворон, белок и крыс. Вкладки у них может быть от двух до четырех яиц. При этом самцы помогают выращивать птенцов. К этой минуте это все, о чем мы успели вам рассказать. Эти и другие новости на нашем официальном сайте topspb.tv и в социальных сетях телеканала. Хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин